Всем привет! Сегодня будет видео про гибридный Honda Freed 2012 года выпуска из Японии с рулем в бардачке. Значит, рассказывать мы будем про этот автомобиль с Владом. Да-да-да, здрасте. Влад, собственно, ее пригнал к нам в Новосибирск из Владивостока. Ну и сразу скажу, что автомобиль этот, естественно, продается. Влад у нас занимается тем, что покупает машины и потом их продает. Короче, в народе называются люди такие перекупами, но Влад нормальный человек. Почему? Потому что он не покупает машину у дедушки и продает ее тут же плюс 50 тысяч рублей, не продает хлам. Он выбирает нормальные автомобили, которые не стыдно потом продавать. И, собственно, по большому счету, человек зарабатывает за то, что подбирает вам нормальные машины. Вот даже обыскал то, что просто нету таких у нас в Новосибирске. Допустим, до этого я гонял, да не, не про фридов, а вообще про другие машины, которые с запада. Просто потом продаю здесь по хорошей цене. Пока ни один мой клиент не был расстроен. Со всеми поддерживаем связь. Соответственно, вам нужно будет пройти по ссылке в описании. Там будет ролик про этот автомобиль от Влада. Он более подробно расскажет про техническое состояние. А мы сегодня рассмотрим функционал машины, ну и что она себя в целом представляет. Или как? В общем и целом. В общем и целом. Вот, сейчас расскажем все. Ссылки все будут в описании. Ссылка будет на инстаграм Влада. Это к вопросу о том, кому интересно будет цена. Можете у него спросить. Просто пока еще не очень понятно, за какой ценник ее продавать. Или ты, Влад, уже знаешь? Я примерно знаю, просто я короче сейчас ее не подаю, потому что я хочу ее подготовить. Что именно хочу сделать? Это она, в принципе, вся в идеале. У нее родной, подтвержденный, естественный пробег. Аукционник бьется, все хорошо. Аукционник строгий, хондовский. Здесь управление без покраски хочу убрать. Здесь нет нарушения ЛКП. Это вытянуть, она будет просто вообще вся в круг в идеале. Вот и все. Сейчас я готов ее продавать подешевле. В общем, в любом случае, пишите Владу в инстаграм, спросите стоимость. Я думаю, что если будет объявление на автодроме, мы тоже ссылку на него разместим в описании. Заходите. Если ссылка будет, значит, автомобиль продается. Если ссылки нет, то либо вы сегодня смотрите, когда я его выложил и пока еще ее нет, либо уже автомобиль продан. Ты видео затягиваешь. Давай, конечно, приступим уже к самому автомобилю. Интересный автомобиль, давайте расскажем. А я еще хотел позатягивать. Я люблю позатягивать. Вот таким образом выглядит. Это, по сути, минивэн у нас получается. И еще раз версия гибридная. Гибридная и семиместная. Есть шестиместки, где второй ряд это капитанские сидения. Здесь полноценный ряд. Полноценный диван. Есть еще, Влад говорит, бензиновые версии с полным приводом. Здесь передний привод и версия у нас гибридная. Но снаружи, что мы видим? Здесь у нас ксенон стоит. Таким образом выглядит морда. Синоновый свет. Штампованные колеса. Это очень важно кому-то, наверное. Бесключевой доступ. Бесключевой доступ покажем чуть позже. Здесь получается у нас такой просвет дорожный. Не очень большой в целом, но это и не внедорожник. Ему он и не нужен. Бесключевой доступ у нас организован по кнопке. Вот здесь есть. По кнопке открывается он по сенсору. Просто так вот руку вставляешь, он открывает. Ну-ка покажи, я не верю тебе. Сейчас. Окей. Просто я, когда я первый раз сел у нее, то есть она закрывается так. Первый раз, когда я ее взял, у меня же не было никогда. Хонде Фрид. То есть я нажимаю эту кнопочку, она вот закрылась. Потом я сходил по делам, возвращаюсь, тоже нажимаю кнопочкой. Просто на Кашханях там так сделано, что надо кнопочку нажимать. Нажимаю. Я думаю, что такое. Думаю, ну пришлось бренка открывать. Видно, что с колхоза пацанка. А потом просто я как-то раз так случайно протянул руку, она раз открылась. То есть удобно, да. То есть раз закрыл, подошел просто. Это только на передних дверях, да, Влад? Да, только на передних дверях. Кстати, багажник я не проверял. Давай проверим. Давай. Там должен открываться. А, да, здесь тоже вон есть, значит она должна. Да-да-да, багажник тоже есть. Да. Слушай, а может боковые тоже открываются? Попробуй. Только закрой сначала. Нет, боковые нет. А слушай, а вот та, которая сдвижная. Закрыл. Здесь одна дверь механически приводится в движение руками, а одна с электроприводом. Не, не открываются. Давай сразу покажем. То есть можно открыть салонно, можно открыть с брелка, можно открыть вот так вот. С брелка или с брелока? С брелка. Ну ладно. Вот. Вот так вот, соответственно, потом тоже чик. Все, она сама закроется. Да. С той стороны не электро, но доводчик есть. То есть ты можешь не до конца закрыть, она сама доведет, закроет. Отлично. Так, давай покажем, может тоже раз, пока про дверь идет. Давай, давай, давай. Ну и не знаю, может кому-то интереса будет. Кстати, еще японская осталась, не оттирал до конца. Ну, то есть, запустим, вот так вот, раз, не до конца закрыл, все, доводчик закрыл, да. Лакшери. Сейчас покажу еще блок управления. Здесь, вот он, блок управления дверьми, то есть электродверь. И ее, соответственно, выключить можно. И заглушка есть у нас. В максималках там, да. В максималках, соответственно, их две. Да. Курсовая устойчивость есть, обратите внимание, в автомобиле и она выключается. Что, Влад, давай покажем тогда багажник сначала, а потом второй ряд сидений. Давай. Автомобиль же семиместный у нас. Семиместный, да. Причем задний ряд, действительно, можно. Полноценный. Ну, не то, что сказать, прям, капец полноценный, но не стремно посадить даже взрослого. То есть, передние сидения отодвигаются на салазках. А мы, наверное, сейчас на тебе продемонстрируем. Продемонстрируем. Ну и примерно похожего роста. Ну-ка, давай покажем. А, то, что мы влезаем, да. Открываешься и вообще ты не находишься. У меня рост идеальный. У Влада чуть-чуть не такой хороший. Он чуть-чуть выше просто. На самом деле, наоборот. Я просто хоть, я хотя бы дотягиваюсь хоть докуда, а ты нет. Смотри, как звезд складывается. То есть, подлокотник, кстати, есть даже у задних пассажиров. Смотри. Так, вижу. Даже подлокотник есть. Так. Причем здесь... На обоих сидений. Да, конечно, подлокотники, здесь есть подстаканники и даже, даже есть обдув. То есть, вон, видишь, Петька дует. Да, да, да. То есть, они задние пассажиры вообще ничем не обделены. Так, а это что за ручка? Сейчас тебе покажу. Ага. Смотри. Получается. Вот так вот. Раз. Ага. Потом. Вот так вот. Два. И вот так вот. Три. А, и защелкивается. Защелкивается. И вот эта штука тоже убирается. Ага. А ровный пол можно сделать здесь? Нет, здесь он не ровный пол. Вот эти сидения тоже сворачиваются вот так вот. То есть, в отличие от шестиместной, там с ними уже ничего не сделаешь. Они стоят и все. А здесь можно увеличить площадь багажника. Это как в Kia Carnival, который мы снимали с тобой. Там похожая компоновка салона. Вот так вкинул все. И подголовник есть. Да, подголовник. Причем вытаскивается вот так. Можешь ехать если хочешь. Ну да. Так и должно быть. Вот здесь еще, кстати, есть зеркало такое. Мы в зеркало заднего вида можем видеть, когда паркуемся. Ну, наверное, посмотрим в салоне как это будет выглядеть. То есть-то еще что, ты можешь сделать, что покажем как я сижусь к Gibraltar. Давайте покажем. Да-да. Еще я хочу показать сразу, как залазишь в принципе. Здесь ненакладно. Берешь вот так вот. Так я сразу заблаговременно ее отодвинут вперед. Давай покажу. Этот получается максимально вперед. Сейчас оно максимально назад. Сейчас, конечно, будет не совсем комфортно. Давай даже так седем. Ребенок поместится. Давай даже сейчас тогда седаем. Сейчас она максимально назад отодвинута. Все легко, вот этот рычажок мы дергаем. все чик сюда без проблем садишься это получается максимально назад отодвинуть задение да ну и ну когда дай покажу как не на самом деле сейчас не сказать что сильно комфортно ну да да такой рост у меня два метра шучу 178 178 это вот за эту ручку подняли не двигает за ту где это обычно людей вот они это сильно вот один хочу показать если максимально подвинуть вперед сиденье то там место очень много опять же можно и пи и передние сидушку тоже перед подвинуть она же на максимум выдвинутый назад это длина то по максимуму ну да то что есть вперед и двинуть то есть уже будет всем комфорт сейчас смотри просто сейчас совсем дофига места можно назад еще двигать ну давай вот до того момента пока я сейчас заделывать вперед вот сейчас они просто сидели то есть ты можешь да так разместить вообще сейчас комфорт и вот я сижу полноценные из подлокотники двух сторон и я здесь соответственно место остается но естественно можно подвинуть передние сиденья но по максимуму от обвинута так вот допустим и то есть уже полноценно можно разместиться и да и клёво то что реки мрида но сидушку допустим можно так поднять и сюда здесь можно хламом закидать из куда-то ешь отдыхать если допустим ей там пять человек шесть человек не знаю заглачене 7 в общем так ну и выходить также принципе берешь и выходишь а теперь не сидушку короче как как-то она вот так вот как получается вообще можно пользоваться так багажник получается при этом при всем вот таких вот размеров и здесь целом места много если сиденье убрать третьего ряда но если разложить третий ряд то конечно багажника почти нет а здесь под пола никакого нет там батарея батарея здесь под третьим рядом до получается находится у нас ну вроде так по размере так говорят и я не проверял не заменялся сзади у нас какая подвеска на величины смотри сам кстати не знаешь а замаралась не постри какой вообще приходят такие машины ланковного больше балка сзади там плохо видно но у нас есть эксперты я думаю не напишет в комментариях ну да тогда я не готовился к матчасти если честно да не изучал сильно я на ней шесть тысяч километров в принципе я имею право что-то не сказать свое мнение как она едет и вообще по расходу и все такое даже скажу метров проехал 200 не то 6000 ты реально уже можно сказать какое-то объективное мнение о машине вот я за водителем сейчас сел но вместо реально много и над головой место многое здесь тонировка скорее всего здесь родная заводская это напыление не пленка здесь получается у нас есть подстаканники материалы отделки по это дело простые здесь обычный пластик не мягкий ткань подлокотник есть подстаканник получается только в двери здесь подлокотников нет в целом сиденье угодно и удобно разместиться можно нормально с этим им нравится еще так момент уж смотрите с коврики везде постелены чувствуешь себя дома даже задних пассажиров надо не видно тканевые коври да я люблю тканевые коврики японские да так все круто дальше чё пойдем на передний ряд тогда пойдем так выглядит передний ряд с владом расскажем что есть в автомобиле карта дверей здесь ткань тоже простые материалы отделки очень большой кармашек здесь но в целом материалы отделки понятное дело простые но выглядит все довольно неплохо они на торпеда здесь простенькие то есть нету мягкого пластика какого-то но выглядит все нормально то у нас тут по водительскому месту здесь подлокотник не дают вот тоннель такой уютный даже можно пойти назад здесь пройти и к желанию здесь тоже у нас ниши различные на постаканников есть три спереди это движение по бокам когда его видно и здесь как у водителей маршрутки и есть такая же ерунда так симметричный салон тация получается я честно говорят не порно называется вот но понятно что семи местный гибрид здесь есть ксенон есть круиз-контроль просто не у всех он и не адаптивный необычный круиз-контроль машин 12 год мало ли это друг к японцу это я узнал дороге то что круиз-контроль не знаю на всех японских машинах ли нет но работать до 110 может ограничитель какой-то убирается не знаю не знаю я потом корочка дали уже поехал вот скорее всего этот ограничитель я думаю запустим двигатель или же давай сначала покажу немножко здесь получается у нас климат-контроль имеется он однозонный но воздуховоды назад есть управляется все с водительского места здесь вот такая вот штука еще с японской макулатурой вот это вот непонятная для меня вещь вот говорит для платных дорог наверное вроде да вот еще здесь датчик тоже заботливый японец причем говорит потом запустим двигатель когда слышишь и скажет но я сегодня план еще какая-то штука тоже здесь еще 2 мм до лазера то есть типа сигналки какой-то и нештатность японская еще и регистратор японская японский еще осталось конечно не виду встречу пишет я не понимаю вот подсветка обычная зеркала есть такая вот штука голова панасоников ска я так понимаю она не родная здесь уже видимо кто-то потому что родная на маша родная кстати просто потому что она многих такая она рычаг переключения передач получается спорде с не ордер по именно спорту и кнопочка начинает да уже всем на высоких оборотах держать здесь же вариатор стоит вариатор до диск вариатор на про коробку не сказали коробка вариатор а датчиков дождя света здесь нет такого же не туда так датчик свет и то есть такого ну как бы зачем он здесь нужен если нам надо ездить скученными фарами лишь нет ходовых огней то есть как бы автосвет есть но он здесь не актуален для россии ходовых огней нет то есть время надо включать свет надо значит заколхозить но где допускается что займется новый собственник поставить здесь туманки они продаются причем демократичная цена можно чтобы они светили как ходовые так давай приборы покажем вот заводи так уже запускается получается на не со стартера с электродвигателя но это же гибрид до из батарей просто сейчас посреди там запустится я не знаю слышно там было или нет в общем так нас получается такие приборы бортовой компьютер есть у нас я понимаю так можно да сейчас я наваливался у меня что показывает здесь у них метрика другая у них показывает сколько километров можешь проехать что вот что-то сказал у них другая метрика по расходу топлива у них получается 10 метров может проехать на витр то есть по-другому вот какие у меня были рекорды получается что гибрид и вообще это стихия не трасс на это больше до города поэтому по трассе был плюс-минус расход такой примерно как у солярис то есть максималка у меня было 18 километров на один литр мог проехать это где-то 5 5 километров на 100 блин 5 5 литров на 100 километров да вот но так основал когда и что 20-30 где-то расход около 14 и 5 километров на один литр что переводить это 67 короче 6 литров 7 литров до 140 принципе но если 90 ехать на на будет пятачок 90 будешь ехать это будет пятачок до потра по городу и честно сказать я пока еще не ездил что прям как обычное движение не могу сказать вообще все люди говорят что около семи литров плюс-минус саша магнитола тут диски читаем диски читает даже 9 и флешки читает тоже ложки флешками получается вот так вот здесь флешка еще получается sd оставляется . и еще можно делать вот из дешка еще можно делать убираешь мне это это скорее всего с завода это вряд ли не еще выбираешь монетолу сзади это штекер и аукс многие так делают да да аукс можно вывести сто процентов камеры заднего вида нет здесь не туда так по компьютеру смотри получается что у нас есть расход топлива так вот это на предыдущие расходы указывает ну видно данного плохо расходы то есть но не несколько поездок что-то вот есть какие-то еще есть настройки но честно сказать я не разбирался потому что здесь написано вот так но это все можно сделать все есть много в интернете и более того подключаешь это переводчик переводчик который да с фотографией я так во многом здесь разбирался аукционник я так читал и вот индикация что происходит сейчас просто работой двигатель то есть кому поедем там видно что заряжается режим рекуперацию тут показывать ехать показать режим получается есть эко машина такая ну туповато становится народе экономичная музыка вот есть кнопочка спорту здесь нажимается наоборот так здесь у нас получается давай влад еще полтора литровый двигатель стоит бензина и гибридная установка соответственно вместе с ней батарейка под третьим рядом и коробка вариатор передний привод резюмируем просто по технически давай может покажем что под капотом двигатель ну да ну собственно вот подкапотное пространство к сразу можете обратить внимание то что маленький аккумулятор но он не с него запускается запускается стартера нет он заводится с гибридной установки с двигателя электричества для чего слышать аккумулятор я честно говоря не знаю родственника я был при вас он не объяснял я забыл эксперты в комментариях напишут я думаю на мальчика по трассе ехал под замарала здесь все идеально было смотрите просто какое состояние вообще приходит не идея не намека на ржавчины все болты то есть не кручены все ну как новая когда через техничку ты же на своем канале ранее просто хочу обратить внимание то что японская все-таки машины с японии они беспробежно они они правда в хорошем состоянии но это же не считая скоро будет 10 лет она под капотом как новая да на новых не всегда так выглядит хорошо но и целом от проводка то есть нормальный сделано все масло из этой вообще ни капельки не ест но она проверял да ну конечно 6000 проехал ну да 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 ребят в общем сейчас поедем кататься на автомобиле но перед этим я хотел вам ответить на один вопрос который мне часто задают на что я снимаю свои видео и сегодня я хочу рассказать вам про вот это вот камеру диджай осмо экшен вот собственно на нее я и снимаю столько она сейчас стоит на яндекс маркете обратите внимание сегодня у нас 15 сентября 2021 год и вот на этот момент она стоит вот таких вот денег может быть когда вы смотрите этот ролик уже других денег будет стоить она отличная камера особенность ее в том что у нее есть два дисплея вот этот вот и похожий дисплей вот здесь цветной в которой вы можете видеть то что снимаете соответственно я сам себя могу снимать на эту камеру не прибегая к помощи оператора и вот это для меня было определяющим фактором когда я покупал снимать 4к 60 кадров в секунду слоумо куча разных режимов через вот такой вот переходник можно подключить еще петличный микрофон и соответственно писать хороший звук ссылку на эту камеру на яндекс маркете я оставлю в описании к ролику там вы сможете ее купить и не только ее огромную кучу товаров еще обратите внимание что там будет ссылка на официальный сайт диджай и на алиэкспресс там тоже можно эту камеру заказать кроме всего прочего если допустим вы будете заказывать на алиэкспрессе вы можете вернуть кэшбэк за эту покупку через кэшбэк сервис letyshops ссылка на который будет в описании к ролику вы сможете зарегистрироваться там получать кэшбэк с любых покупок в интернет магазинах но и это еще не все можно еще кэшбэк получить покупая по карте допустим у меня это карта халвы и я когда оплачиваю ей я еще получаю кэшбэк то есть я максимально экономлю и все ссылки вы найдете в описании к ролику к этому а мы поехали кататься так сейчас мы поедем прокатимся посмотрим в движении влад меня пустил за роль и не знаю как он решился ну короче попробуем не размотаться значит что хотелось бы сказать по органам управления есть тут роль как во всех автомобилях здесь получается у нас управление круиз-контролем бортовым компьютером все на руле имеется есть у нас все стеклоподъемники автоматически у водителя кому важно вот собственно так выглядит водительское место ручник на минуточку здесь как в американских машинах ногой нажимается ножной ручник тогда только у нас может быть ножник ножник да у нас есть специальное слово интересно как у японцев называется заводим автомобиль нажимаем немножко но здесь без ключевой доступ нажимаем поворачиваем ключ по весу к индикации сетей для гады индикации очень многое сразу и не разберешь запускается прикольно запускается круто да так роль у нас еще регулируется по высоте и по вылету даже конечно ёшкин кот ничего себе так сиденье кстати тоже у нас регулируется и по высоте мы можем настроить наверно не запущу кстати музыка еще с хдд там жесткий диск можно жесткий диск сонечко там соня какого про какого-то рассказываю так то есть здесь есть встроенный жесткий диск и соответственно туда мы можем записывать с флешки с флешки с дисками по крайней мере мурана можно с диска здесь наверно тоже я понял так окей значит ресурсы естественно чё говорю про гибрид старый гибрид здесь ну да старый гибрид здесь на самом деле маяничка тут не очень не фоне надежности по не то что немного пользы пользы по сути то есть как он работает в основном он просто помогает обычным бензинным двигателем то есть привоза электро как не такого я не было не то что когда останавливаешься поешь на дэшке он семя будет глотник от останавливаешься на дэшке сразу глохнет только ты сторона забираешь спускается и но это как есть для экономии топлива режимы в обычном да ну в принципе посмотрим не очень симпатичный гибрид сейчас есть и power это у ниссанов да допустим нот и power он не чисто на электритяге там последовательный гибрид получается dvs в роли генератора и все а так она едет именно река тяги у него 7 5 секунд до сотки она прям бы классно следующую да я вообще ехал честно сказать я хотел ее выбрать просто там такие большие ценники даже на воде востоке что но не очень бы вариант выбирать да давай потихоньку там или в пути расскажем сейчас обычный режим получается да потом про ищем на спорте она реально уже по-другому поедет похоже нашли как ниссан жука включаешь спорта вот примерно тоже под ну так же начинает ли когда кстати да даже мужика также полу здесь включается тоже спорт в ручине вот отметить хочется что в машине смотри нажми стоп монтаж тормози до конца сейчас стой может не прогрелась вам на пайга и надо либо наверное может подзарядиться там они были там где ты грешь чтобы не проедешь я тебе говорю вот этот капот он тяжеловасто и потом когда смотришь отключаешь парковку не а ты говоришь что ты нормально чувствуешь габарит не я совместно нормально чисто мне здесь показал что сейчас ты реально куда-то не туда поехал блин смотри дополнительным когда кто-то другой за рулем вот кстати заглохла сейчас ты только с тормоза уберешь она запустится даже газ не нужно нажимать да газ не нужно интересно она здесь вот смотри как раз пока сейчас идет получается помощь тебе а сейчас уже идет режим рекуперации видишь на я потому что газ недавно она первых там зелененькая видишь справа чардж идет и 10 по индикации понятно сейчас вижу завышилась и видно что не двигатель ничего не работает но я сначала хотел сказать о сколько стартер проживет а потом вспомнил стартер нет она заводится же с двигателя вот сейчас получается у нас помогать или на двигатель на бензин ну вот видишь то есть когда убираешь с тормоза сразу этот режим операций ряд батареи то есть целом здесь но зарядка не предусмотрено от розетки от какой-то нет у нее но это я такой редко плат я знаю на приусы пхв именно ненавычном в этом можно там заряжать отдельно еще электричество он прикольно здесь да у фонды такой мы их простой гибрид и потом пошли уже другие гибриды продастали ставить роботы шестанька ехать но коробка роботизирована говорят то что за ними надо судить говорят справлять он да такие они интересные машины но они своеобразно завтра по дизайну то есть 12 год он такая нормально смотрится и смотрится неплохо до места много здесь очень мне очень понравилось да и по всем при том что габарит на принципе ворячь или на обычный машин обычный седан как бы да так принципе по городу нормально ехать по трассе получается но крейсерская скорость у него где-то я ехал мне было комфортно лично мне где-то 120-130 140 уже уже как-то так маленечко некомфортно но все-таки по-моему здесь сзади балка я так это надо было все-таки по заглядывать получше посмотреть вот она подсвечивается зелененьким значит она до синеньким автостоп слушал скорее всего это отключается эта функция потому что индикация да возможно отключается я думаю что зимой возможно есть смысл отключать да но в том плане то что передач на тормозах короче тормоз как даже мощнее когда ты быстро едешь и отпускаешь просто с газа я тоже идет charge даже тормоз не нажимая она то есть за счет рекуперации она еще и драться ну как она наверно рога но тормоз я нажимаю да ну про сходы давайте посмотрим здесь он не обнулен так сколько времени пути сколько осталось за заправки вот дети 7 сейчас вот он большеват но мы стояли многое я сегодня просто тоже то есть короткие дистанции и наваливу здесь поможем можно обнулить я не знаю обнуляется он как-то или нет ну вот это видишь подседка такая прикольная интересно ну вообще в целом для двигателя то что ты заводишь глушишь заводишь глушишь это как влияет на долговечность его слушать честно сказать я не знаю так кажется как будто и и что-то влияет на с другой стороны во первых это японцы во вторых такие машины продаются из 200 тысяч пробега и больше здесь 100 тысяч мне кажется 100 тысяч пробега здесь подтвержденный конечно он настоящий потому что он идет с аукциона со строгого японии не то проведение не крутится мы все сами да то есть если ты берешь не с аукциона машину либо берешь нечестного человек который подделать аукцион конечно ты можешь взять хламину просто ну да просто маленьких поговорим да пока не ну да да просто многие гонятся если допустим мы в россии если брать машины которые российские пример которые гляну гонял кашка x-trail и неважно там гонятся с родной краской родная краска спрашивают родная краска я честно говорят мне вообще по барабану если тотально машины установлены то это плохо спор нет опять же вопрос цены если она продается сильно задешево почему нет можно и такой даже поедете кашкай за 300 тысяч кто-то продаст чего вы откажетесь конечно нет даже если он блин из пяти частей сварен главное чтобы он нормально ехал на качество нет за качество да ты а если боком тебя 100000 еще плохо что если по-честному тебе продают вот я кашкай двенадцатого там не знаю шестнадцатого года за 100 тысяч который есть боком ты возьмешь вопрос в честности и в цене всегда во все у всего цена свои да вот я просто взял может блин на даче вы не ездил примеру на просто я пошел я к тому говорю что что у всего всего есть своя цена должно просто быть все по-честному вот и все что касается аукционов японских многие просто смотрят именно этот балл сегодня за 4 балла там 45 давайте покажу просто аукционик выглядит саму эту бумажку подделывать мне кажется да ты сможешь любой школьник здесь даже по основе да ты то просто типа что роман просто берешь пейнт хоть что-то рисовываешь то есть просто вот эту аукционе бумажка ничего не значит без проверки то есть надо пройти в статистике чтобы она была и там аукционе к фотографии если все совпадает дальше смотреть уже то проводил аукционы потому что если аукционы такие лояльные которые направо на лево оценки разно раздают 4 всем стоят 4 5 и 5 баллов вот и толку от этой за ну то есть хондовский аукцион у тойота там тойотовский свой аукцион там короче один фиг нужно смотреть внимательно глазами когда-то машине я еще не рассказал дальше потом по оценкам даже сами аукцион даже которые строгие еще ставят оценки разные то есть зависимости наверно от настроения того кто проводит аукцион да я сам лично видел даже оценки там четыре и пять баллов само так же есть крашен элементы то есть мальчик 5 было есть 6 баллов даже 26 это прям она там пробег что-то до 20000 должен быть и на промышле должна вовсе идеально там еще раз национально разноценки есть 5 плюс вот но это такое честно говоря сам лично не встречал но такое да существует вот оценка 3 спой на балла это вообще надо смотреть еще не только что действом по машине еще главное смотреть что инспектор здесь в особых отметках то есть я по кузову может быть все идеально но в отметках написано тренирует горит чек там троить двигатель а человек смотрит только на это то что по кузову все хорошо и покупает вот эта расшифровка она даже более важна чем вот это то есть даже машины с аукционом r тоже бывают нормальные я смотрел статистики бывает то что даже машина с церкви подается в итоге дороже чем машина с четверкой аэр это что-то на типа восстановлена после чего-то там там как правило ртки оставить когда что-то внутрянка еще повреждена грубо говоря задки кто-то приехал кроме двери тебе там еще нишу под запасное колесо поменяли пример это скорее всего уже будет эрка да там есть но в россии это вообще не критично это состояние вообще это просто люди блин надо смотреть машину все же да да то есть дистанционно там бывают товарищи которые помогают то есть тоже которые шарят и расскажут здесь ничего критичного допустим короче слепо гнаться с оценкой не надо то есть по факту может быть с оценкой 4 машина хуже чем с 3 5 машина вот по трассе приехал говоришь долго устаешь нет вообще в машине я просто сейчас от сижу я понимаю что и слушай ну давай я буду сравнивать опять с моим любимым кашкаем я всегда ведь сравниваю но с кашкаем у каша есть и поясничная поддержка здесь мне казалось вот когда ешьте на 600 700 потом вообще когда тысячи там денег чем-то проезжаешь были мне кажется что не хватает а так в целом нормально ну и по динамике получается но двушка кашкая и получил уж мурана тем более лучше не но урана там понятно даже кашкая кашкаем мне кажется мальчик получше и да здесь мне кажется на как едет примерно как solaris 16 не руб в целом то это не спортивная не спортивная просто чтобы люди понимали по ощущениям как она общение то есть это solaris честно говоря 16 едет неплохо но для этого сегмента б не ну да ну просто если просто мы говорим про гибриды есть гибриды которые на валют как нот и power опять же он 7 и 5 до сотки но там практически электричка только для того чтобы заряжать побольше только для этого все то есть у него нету не помогает мне тут механических приводов кстати вот на штука я вот понимаю сейчас что если бы я сдавал назад мне бы очень помогал не помогать как у нас нет у нас нет номеров быть какая камера про это не надо говорить это была шутка это была шутка естественно мне нарушаем не правило нарушать это ай-яй-яй а то будет да 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 нет на самом деле я не беспределен то есть я на самом пункте даже не то что нет номеров я сама ехал на 67 то есть не такого что нет номеров все я теперь все могу вопрос адекватно конечно по трассе могу ехать чуть быстрее чем обзор на статей отметить еще здесь очень хорошая обзорность но потому что слушай большая торпеда как это было привыкнуть но не каждый человек сразу насчет обзорности вы не знаете я напрягаю то нет именно вот в левое зеркало к смотришь приходится сильно поворачивать голову то есть по привычке кажется зеркало что дальше находиться есть такой момент я просто заметил что но если что к машине есть там наш так взглядом просто чик чик а здесь там прямо именно голову вернуть и но в целом в общем в общем и целом я не алёша зовут короче вообще нормально потому что я на разных машинах ездил и я уже привык и чуть сильнее поворачивать и так и я честно говоря даже прям не то чтобы внимание обратил чак учи спорт просто проверьте давай так вот удобно кстати еще рычаг расположен так нажали буквально сразу как на оборотах едет и оборотов она держит выше здесь имитации нету мы просто отзывчивый как будто педаль идет такая сразу оборотов просто больше как и везде этот спорт работа на моменте просто держится а если мы убираем соответственно все понял вот это просто режим вариатора меняется понятное что там ничего особенного происходит а вообще по поводу вариаторов и очень нравится и вариатор и авариаторы очень легкий у них самая лучшая поверью у них самая лучшая плавность лучше давление другое дело что мы вести нужно право резкое ускорение это конечно робот а если нужна суперская при пуперская надежность это старый автомат четырехступенчика как вы посмотрели себя 1 и 4 которые там идет 4 хотя опять же вариаторы вариаторы блин они ходят очень я все нормальный вариатор да и сам они просто обратно вариатору рознь бывает и не очень так вот на жуках допустим да ну да 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 сам лишь свои проблем не смотрела сколько здесь стоит вариатор от машины у меня есть подарение что это мне кажется как на фите сдай на фите там тысяч 10 он стоит контракт дешевле движки также стоит надо загуглить да что-нибудь было словно двигатель интересно какой такой же как на фите или нет полторашних есть вроде на фите блин вот я не подготовлен матча не знаю я просто вот если кто-то знает что за двигатель там может марку модель модель двигателя напишите в комментариях просто интересно ну либо либо мы сейчас зайдем и сами посмотрим загуглим да посмотрим но я даже для численности теста сейчас и потом остановимся посту загуглим просто интересно сколько контракт на стоит запчасти это же тоже немаловажно ну да в общем тогда чуть-чуть попозже расскажу потому что этим здесь пара это надежно двигатель здесь во первых если он разгружен то есть полторашки 80 8 лошадей остальное как двигатель помогает то есть надежно работать общего тогда какая мощность общая получается суши я не могу сказать я есть документ так надо посмотреть сколько дает киловатт двигателя но видишь и растамаживается растамаживается довольно именно по электро по двигателю да и все то есть 88 лошадей с 88 и налог будет 500 рублей или слога это плюс и по и страховка будет дешевле опять же страховка дешевле налога меньше то есть она еще и в обслуживании получается и во владении в принципе то есть километр пути получается не очень дорогой мы не обновили расход это сейчас у нас будет не объективно потому что он старый берет да сейчас он видишь растет на смысле растет количество километров пройдено на литр уже стало 10 и 8 то есть вот таком темпе как ты сейчас едешь должно где-то быть и 17 км на литр а сколько будет это на сотку 18 км это 5 с копейками 5 с копейками блин это же ни о чем вообще для города нет для города будет больше это потратилось мы сейчас тут ехал так 8 насколько у тебя получалось рекорд у меня был по городу да не ездил у меня нету я хочу покататься посмотреть и да если он покажет машина комфортная довольно тихая кстати говоря понятно что здесь не топовая шума и изоляция это не роз получше чем у соляриса сто процентов да потому что у меня еще есть солярис да мне нечем сразу же чем на солярисе шумоизоляции нет нигде взяли вместе лучше я просто солярисе я как раз рано не ездил какими оставлюсь такой подход чуть больше не закрыла тогда просто да 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 нету шумки вообще и я говорю я даже вот на вести ездил ладе там в этом плане лучшую суть после солярисом и по-своему нет а я не говорю что пошутка ведь она пошустрее там двигатель по технологичнее новее но именно шумка рулежка мне больше на вести тратить а что касается этого автомобиля здесь резко лучше не поворачивать я так понял но это минивэн ну а чем тут какой спорт тут есть грудь есть настройки возможно да стартопа выключается она пожаре думаю что и мне кажется возможно можешь здесь же электро рейка получается и я не видел все как гидроусилителя там не знаю но мне если это как америка и машина лучше часто заметишь он будет также руль крутится на заглушенным бы если было бы гидра чем это не крутился поэтому здесь электро и мне возможность усилия меняется по крайней мере на qashqai можно усилия менять но на qashqai он и автоматом же меняется то есть у нас на скорости от скорости от скорости может тоже меняется но есть режим спорта есть нормал на старт и ставишь там он там всеми дороге голодать и легко крутится значит электро рейка нас на qashqai точно усилия от скорости не она может тоже но можно спорта ждать у тебя будет сразу туже там поможешь учить режима к проекту на это лишь загорелся он какой-то какая-то ветка реально на коноплюк это похоже да есть дизайн сайте и к до сих пор даже на новых он так он такой же остался любят сейчас просто любят эту траву и полная сейчас вы проедешься просто скажешься тупее стал тачка или нет курить кстати всякую дрянь вредно естественно тупее да прям численно значительно даже со старта ой какой нехороший человек вот тоже на хонде товарищ но он нам не бро мнение уже на чё-то он будет стоять честная хонда нас опять пропустит уже бро нет он нам не бро я говорю он нам не бро а не бро а варичкой марки знаешь хондоводы объединяйтесь то есть он реабилитировался короче да ладно что еще по машине расскажешь интересно да чё в целом то машина как машина в общем и целом да прикольная вот мне кажется машина вообще как любая не сложили еще все сиденья мы должны стали сиденья мы должны просто вообще это те японцы сейчас я стал смотреть что они набирают обороты опять и из-за чего как раз еще из того что дешевое обслуживание реально контракты не только же двигатель коробка который возможно ченика в жизни не пригодятся а сама душа критика ты знаешь что даже если что-то наверняться учиться дешево да всякие контракты там входов потом но новые стройки контрактный может быть то есть все копейки этим японцы классно еще плюс нет альтернатив особый но у нас ничего такого не купишь вот короче из нового мне в голову приходит только лада ларбус семиместный вот похожий автомобиль переднеприводный все больше ничего не могу вспомнить из а гибридов то вообще нас по карьерах вообще если нас есть гибриды общего нас привоз был у нас пилоса нету но у дилеров по моему ничего гибридного нету может lexus это в официальном прайсе его по моему нету даже моё личное мнение что это за гибридами будущее потому что вода 100 вообще весь гибридов и просто смотришь каждая машина гибрид причем даже те машины которому привыкли там есть x-trail и которые гибридные карабри новые 70 тоже гибридные ездят либо электричка но и с электричка видишь нужна инфраструктура то есть зарядок в сибири это будет очень не скоро но согласитесь самое лучшее таки брит сейчас это это даже получается прикольнее потому что он точно заведется тебя ничего со стартером не будет то есть я думаю что будет проблем даже меньше зимой на гибриде чем с обычным вообще мне кажется самое идеальное сейчас это сибири это типа как привык вот пока вы сделал то есть тебя как бы есть бензинка но так же ты можешь там заряжать электричеством есть топлива на электротяге исключительно на электротяге там правда у них пока небольшой километра где-то было 50-60 она может заряжать на электротяге но если сделают патарейку побольше чем он так стал как как вот его назвать а идиот пороги да короче пхв это да пхв еще раз говорю да прикольная тема то что действительно ты можешь из тебя небольшие пробеги реально 20-30 день ты можешь время только аналитически заряжаться допустим дома тратить нет там заедут не ну да да в принципе это удобно опять же если у тебя дом частный там зарядился так то переносочку и ноги за кла не очень естественно и понятное дело что нигде ты живешь муравейники на двадцатом этаже кидать переноску человеке лучше никому ничего не кидать ходов катиха нормальная но она такая как бы жестковатая но так он другая да такая вот но целом что нормально я просто блин не теперь интересно какая там подвеска сзади по моему загранишь и по моему балка торсионная но так вот что я видел там немного рычаж но опять же это не в укор зато дешевле будет в обслуживании так выяснили короче мы что выяснили мы что здесь полузависимая подвеска как я и говорил балка по двигателю в общем получилось что там разнообраз цен в общем 10 до 30 тысяч до 30 вы точно по-любому найдете двигатель вообще там вроде дешевле даже можно идти без проблем по вариатору просто не понял какой есть вариатор он на всех одинаковый я думаю что здесь примерно плюс-минус какая-то фитовская тема то есть то же самое что же посмотрят там да какие-то вариаторы разные же гибридные фиты 20-30 по моему есть да по-любому есть гибридный фит я думаю что там все тоже самое не на есть fit shuttle он точно гибридный есть обычный фит я не знаю вот в общем по вариатору тоже я думаю где-то 20 также 30 тысяч просто найти тот ту модель которая нужна это просто мы по-быстрому полистали что увидели можете сами загуглить посмотреть да так но давай разложим сидушки сиденья покажем как раз нужно войну ну и вот еще хотели показать как выглядит пол если сиденья все разложить вот таким вот образом но место конечно тут вагон прям не не сможешь короче только по диагонали наверно то не двигается вроде нет я просто думал может быть как-то можно пол организовать ровный похоже что нет в общем вариантов трансформации только такие у нас в общем такой получился наш небольшой рассказ про гибридную honda freed обязательно подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал влада найдете в описании ссылку на него и все интересующие вопросы по покупке можете ему задать пишите ему в инстаграм ссылки все будут в описании еще раз все вопросы к владу пожалуйста адресуйте а если придете с моего ролика не забудьте ему про это сказать это очень важно все всем пока